Книга открытым оком 28 том тема природа. Вопрос 3945. Часто стали случаться природные катаклизмы. Можно ли это как-то связывать с тем, что сие за грехи людей, как понимали древние жители? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Его разрушительный ураган предотвратил проведение фестиваля геев и лесбиянок. Каждый год тысячи гомосексуалистов приезжают в Новый Орлеан на фестиваль Южный Декаданс. Однако в этом году мероприятие было отменено, так как город эвакуировали из-за урагана Катрина. Из-за урагана. Заявление Марка Вейджа возмутило как религиозных лидеров, так и активистов движение за права гомосексуалистов. Это ужасное злое понимание любви Божией. Оно жестоко, преступно и противоречит всему, что я знаю о писании и о Боге, заявил в интервью британскому сайту Экклесия пастор Мартин Рейнольдс из христианского движения геев и лесбиянок. Я сомневаюсь, что они, пока есть Америка, понимают смысл нашей веры и надеют, что жители Луизианы не будут судить обо всех христианах по словам этих людей, подчеркнул пастор. В Швеции в пятницу был оправдан священник Аак Грин, который в течение месяца находился в заключении по обвинению в разжигании ненависти. В одной из своих проповедей Аак Грин назвал гомосексуалистов раковой опухолью всего общества. Оправдательный приговор священнику вынес апелляционный суд страны на основании закона о свободе слова. В то же время суд признал недопустимым предлагать личную интерпретацию Библии и призывать остальных следовать ей. «Намерение вести агитацию против геев наказуемо, но наказание ИФ не ставит своей целью препятствовать обсуждению гомосексуализма ни в церквах, ни в других общественных местах», сказано в решении суда, которое распространило в пятницу агентство США и пресс. По мнению священника Ральфа Туэрнера, сегодняшнее решение суда демонстрирует действительность судебной системы, которая «предоставляет некоторую степень защиты тем, кто проповедует Слово Божие». Следующая цитата. «Но в то же время, добавил он, это должно стать сигналом, предостерегающим всех священников от использования такого грубого языка во время обсуждения деликатных вопросов». «Христианская вера не ставит своей целью судить людей». Кавычки закрыты. «Бытие 6.11. Но земля растлилась пред лицом Божиим и наполнилась земля злодеяниями». Откровение 19.2. «Ибо истинны и праведны суды его, потому что он судил эту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов своих от руки ее». Бытие 18.20. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморрский велик он, и грех их тяжел он весьма». Уставший бегать ежедневно по грязи, по песку, по жесткой мостовой, однажды ноги очень гневно разговаривали с головой. «За что мы у тебя под властью такой, что целый век должны тебе одной повиноваться днем-ночью, осенью, весной, лишь думалось тебе изволь бежать, таскаться туда-сюда, куда велишь?» «А к этому еще окутавши чулками, ботфортами и башмаками, ты нас, как ссылочных невольников, моришь, и, сидя наверху, лишь хлопаешь глазами, покойно судишь обо всем, об свете, об людях, об моде, об тихой и дурной погоде, частенько на насчет себя ты веселишь. «Насмешкой, колкими словами и, словом, бедными ногами, как шашками вертишь. Молчите, дерзкие, — им голова сказала, — или силою я вас заставлю замолчать? Как смеете вы бунтовать, когда природой нам дано повелевать? Все это хорошо, пусть ты б повелевала, по крайней мере, нас повсюду б не швыряла, а прихоти твоей нельзя нам исполнять, да между нами ведь признаться, коль ты имеешь право управлять, то мы имеем право спотыкаться, и можем иногда споткнувшись, как же быть, твое величество об камень расшибить? Смысл этой басни всякий знает, но должна смолчать дурак, кто все болтает. 1803 год, Давыдов. Эта басня относится к ранним вольным произведениям Давыдова, о которых говорили, что это дерзкое и ядом и злостью дышащее сожжение достойное, тихосплетение.